ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В этом году за разговор по мобильному телефону во время движения в Кировской области к ответственности привлекли почти 900 водителей. ГИБДД напоминает, что штраф за данное нарушение составляет полторы тысячи рублей. Конечно, многие болтуны попросту не попадаются. Распространенная картина. Машина не дешевая, и законнектить смартфон с медиасистемой там наверняка можно. Но, видать, не судьба. Рулевой держит трубку у уха или перед ртом. Добавлю, в Москве с конца прошлого года за разговор по мобильному штрафуют с помощью камер. ТРАССА СТО ОДИН Госавтоинспекция на основе данных об автоавариях в этом году составила портрет типичного нарушителя правил дорожного движения, который устраивает ДТП. Герой этот мужского пола возрастом от 26 до 35 лет. За рулем он не новичок, имеет стаж более 10 лет. Образование у него среднеспециальное, есть постоянный источник дохода. Передвигается на машине, в основном из дома на работу и обратно, находясь за рулем, в среднем по часу в день. ТРАССА СТО ОДИН ФАВ в конце осени привезет в Россию новинку – среднеразмерный кроссовер Bastion T77. Основным конкурентом модели автопроизводитель из Поднебесной видится, например, Митсубиши Аутлендер, который стоит сейчас минимум почти 2 миллиона рублей. Ценник китайца пока неизвестен. Но вряд ли он будет выше миллиона трехсот тысяч. Переднеприводный паркетник оснастят полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 160 лошадей. Трансмиссия механика, либо робот с двумя сцеплениями. ТРАССА СТО ОДИН Ветеран Второй мировой приобрел новенький спорткар с двигателем мощностью почти 500 лошадей. Речь идет о жителе американского штата Джорджия, которому исполнилось 95 лет. Дедушка заявил, что эксклюзивный белоснежный Chevrolet Corvette Stingray он будет использовать каждый день. Автомобиль обошелся ему, если переводить на рубли, в 4,5 миллиона. Но лишь бы у ветерана не закружилась голова до сотни, авто разгоняется за три секунды. ТРАССА СТО ОДИН В муниципальной организации, обладающей автомобильным парком, рано или поздно встает вопрос о списании транспортных средств. Какой порядок здесь предусмотрен, пояснит руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов. Для муниципальных предприятий мы проводим оценку целесообразности дальнейшего использования транспортных средств, то есть списания. Для этого руководитель должен к нам обратиться с письмом. В дальнейшем мы заключаем договор, едем, осматриваем машины. И мы составляем смету по восстановительному ремонту, по рыночной стоимости. Делаем заключение о нецелесообразности дальнейшего использования данного автомобиля. После этого они могут списывать и ввести его в эти порядка 7-10 дней. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101